1879 год. Италия. Про искусство древних людей тогда еще ничего не было известно. Археолог по имени Дон Марселло взял в пещеру Альтамира свою шестилетнюю дочку, чтобы показать ей примитивные орудия костяных и каменных орудий труда и войны, чтобы показать остатки пламени и если повезет найти останки. Дети же любят останки. Девочки очень нравились пещеры, она бегала, изучала и лазила туда, куда тяжело пролезть взрослым. И тут она закричала, папа, папа, быки! Это одно из величайших открытий археологии. Открыли живопись. На стене были нарисованы бизоны. Вопрос. Древний человек, у которого как бы хватает чем заняться, почему он нашел время для того, чтобы найти материалы для красок, перепробовать тысячи вариантов ее изготовления, изготовить ее и нарисовать быка. Зачем это все? Зачем нужно искусство? Мы вломились на художественную студию к одной известной художнице, чтобы задать ей эти вопросы. Мы находимся в студии у Юлии Егоровой Роговой, художницы, которая открыла новый вид искусства при помощи оружия. Приветствую! Приветствую! Скажите им привет, народ. Они такое любят. Привет, народ. Я Юлия. Почему меня заинтересовало искусство? Помогает ли искусство решать какие-то проблемы психологические, моральные, эмоциональные и так далее? Я понимаю, что это выплеск, но можно ли это использовать как терапию и использовать в экстремальных ситуациях для того, чтобы помочь человеку? Если у человека прям сложная ситуация в жизни сложилась и ему нужно просто расслабиться, ему можно посетить такое место, где один выстрел принесет какие-то эмоции и удивление. Если он этого не делал, это обязательно произойдет. Если вот критическая ситуация, да, сложившаяся, и никто не может вокруг помочь, достаточно просто стрельнуть краской, просто увидеть эти соотношения цветов. Вообще цвета это терапия, любое искусство это терапия. Вообще даже есть теория, что для комфорта психологического нужно изучить свои предпочтения сначала, логику, как цвета влияют на состояние внутреннее, вот окружающие в доме. Ну то есть имеет смысл задуматься о том, какими цветами себя сознательно окружить, чтобы достичь того или иного состояния? Да. У художников все сложнее намного, потому что тут и психология, и желание какой-то образ создать, желание удивить зрителя, делать что-то новое, что-то вообще неповторимое. Такое желание творца, да? Да. Я объясню, почему в контексте оружия Юлия рисует при помощи лука. Непонятно как. Новое искусство называется поливантизм. Суть его заключается в том, что это стрельба стрелами, которые играют роль кисточки. Меня же это заинтересовало, потому что лук сам по себе довольно эмоциональная штука. Ну эмоциональная не с точки зрения переживаний, а с точки зрения того, что он как проводник эмоций. Что для вас стрельба из лука? Просто так, просто так стать и стрелять очень, ну красками сложно. Нужно настроиться, создать себе комфортные условия. Не обязательно, чтобы были люди вокруг, можно, чтобы никого не было. В общем, стрельба из лука настоящими стрелами, это совершенно разные вещи и несравнимые с поливантизмом. Очень важно попадать в цель для лучника, для поливантиста, можно так сказать. Очень важен красивый результат. То есть меткий выстрел – это хорошо сделанная картина, хорошо написанная картина. В данном случае написанная луком и стрелами, кисточками. Ну, можно так обозвать эти стрелы и кисточки, которыми я рисую. А когда вы целитесь в холст, вы пытаетесь создать определенный образ, который сформировался в голове? Или же это просто вот чистая рафинированная эмоция? Я пытаюсь, да, создать образ, но каждый раз результат не совсем тот, который я ожидала. Очень часто можно испортить, но когда ты испортил, ты нашел что-то новое одновременно. А потом из этого нового можно сделать что-то шедевральное. Так же, как и в графике. Ты можешь сделать с ним что-то? Вот что-то сделать, я могу только испортить его. Но оно будет испорчено настолько, что ты скажешь – вау! Ну, то есть эффектов, видеоэффектов надо навешать. Основное наше направление, направление нашего канала – это экстремальные ситуации, подготовка и симуляция экстремальных ситуаций, чтобы посмотреть, готов ли к ним человек, к человеку, и как он с ними справляется. Я обратил внимание, что люди, сидя вечером у костра, когда уже все задачи сделаны, когда уже все сделано, как бы сиди, отдыхай. Нет-нет, да подберет палочку, начнет из нее рожицу вырезать. Вот зачем ты это делаешь? Моторика, механика, это гимнастика для пальцев, для ума. И когда человек сидит, он делает эти микродвижения, он успокаивается. При том, что он работает, но он работает не специально, а с внутренним желанием и как бы что-то извлечься из вот этого кусочка дерева. Непонятен именно элемент творчества. Как мы можем понять, например, жизнь, для чего нам нужна жизнь? Точно так же, как и творчество, это тоже просто жизнь, это можно сравнить с жизнью. Мы же не понимаем, что это такое, никто не понимает. Философы могут дать точное определение, что такое жизнь, но тем не менее найдется 100 тысяч людей, которые будут опровергать это. К теме того, что это мелкая моторика, вот казалось бы, он может просто ломать палки, просто как бы делай запас дров, да и все будут счастливы, но хочется именно вырезать рожицу. Есть эксперимент интересный. Взяли комнату, в комнату запустили ребенка и поставили ему ящик, он со смежной стенкой, и ему сказали, что все, что у него положишь, он клонирует это. Прикольно. Он кладет туда вилку, закрывает крышку, открывает крышку, там две вилки. Ну, очевидно, с обратной стороны положили с того же набора вилку. Он мячик, кладет мячик, два мячика, и он так игрался, 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 в конце концов ему предложили туда положить свою любимую игрушку, а он отказался. Потому что он побоялся, что он не сможет определить свою игрушку из этих двух одинаковых, и что ему придется сделать выбор. Вообще люди не могут делать выбор. Когда чем больше их путаешь, тем сложнее. Ну, какие-то вещи становятся для нас особенными, потому что... Конечно. Есть тряпочка, Дена, которая тряпочка для выкирания пола, зеленая. Вот, по сути, это же тряпочка-черновик. Я, когда начала ее стрелять, у меня была четкая мысль, что это будет круглое полотно, натянутое на железное старый ободок от бочки. То есть я хотела ее сделать мега-брутальной, мега-застаренной, и это, в принципе, получилось, потому что она была и в глине, чем хуже к ней я отношусь, тем красивее она выглядит. А, то есть это задум, что она стала такой тряпочкой для выкирания пола. Да, да, да. На самом деле, посмотрите, насколько за счет того, что она застарена, насколько на нее интересно ложится краска. Ну, то есть на самом деле можно создать объемность. Она объемная. Идея в том, что картины можно нарисовать на любом материале. Люди расписывают камушки. Это тоже для них маленькая картина. Обычный камушек стал особенного камушек. Маленький мир, мирок такой. Здесь я тоже исходила из того, что это материал особенный. Особенный тем, что он прошел испытания. Вот, например, это арбузик. А у нас есть платье конопляное, но все в арбузиках. И каждый арбузик – индивидуальный выстрел, и он не имеет повторения фактически. То есть каждый… Он похож, он держится в стиле, в стилистике. Ну, каждый арбузик вообще индивидуальный. Ну, арбузик имеется в виду скибочка арбузика. В данном случае здесь просто стрела упала, или мы стрельнули, я уже не помню. Но это как бы часть давнего процесса. Это создало нечто уникальное. Да, ну, то есть вот это, можно сказать, эта картина, она создавалась долго. Вот. У меня даже есть в таком же стиле платье. Но когда его одеваешь, тогда понятно, что это что-то очень-очень интересное. А когда оно лежит, оно кажется черновиком. Вот. Ну, то есть нужно… Для каждой картины нужно как постамент для скульптуры. По поводу лука. Безусловно, это инструмент. Но для вас это оружие, которое стало произведением, инструментом творения искусства? Или же это просто способ донесения мысли? То есть если бы не лук, то было бы что-то другое. От лука ли все пляшет? Пока что я его изучаю. Потому что, на самом деле, тот детский факт, что в детстве мы делали лук из ивы, и тут я его взяла настоящий на средневековом фестивале. Вот попался герен лук. Вообще, это получилось случайно в Европе, на европейском фестивале. Там люди вообще любят одеваться красиво. Это все создает какое-то настроение, какой-то фон общий. И тут я беру в руки этот лук и что-то пытаюсь там сотворить, ну, попасть в цель, в общем-то. Как бы привлечь зрителей, чтобы они тоже хотели это сделать. Такая рыцарско-приключенческая эмоция, да? Да, да, да. Я занимаюсь постоянно мастер-классами по гончарству. И моя задача, как бы, людей учить, как бы, там, гончарству. И она меня привела к тому, что тут мне захотелось чуть-чуть чего-то другое людей получить. Вот. И тут попался лук под руку. Энтезм мне дал какой-то вот такой свежий глоток воздуха. Желание дальше экспериментировать, творить. И, ну, соответственно, и лук тоже. То есть, потому что, как бы, это как инструмент, который нужно понять, нужно изучить. Это что-то новое, это как новый мир, новый космос. И что ты уважаешь, но при этом еще не до конца не знаешь. Ну, как бы, вот. Ну, и вот это, как бы, такой исследовательский путь, как путешествие куда-то. Ну, творчество – это вообще такая довольно свободная ниша, где может случиться практически что угодно. Вопрос в контексте адаптации к экстремальным ситуациям. Представим, у нас есть поселение, которое вынуждено находиться в изоляции на протяжении, допустим, трех лет. У них нет никакого контакта с обществом, и они решают свои внутренние проблемы. По-любому у них накапливаются стрессы, по-любому у них накапливаются какие-то внутренние проблемы, конфронтации. Очевидно, что искусство бы им помогло. Вопрос такой, они сами должны до этого дойти, или имеет смысл принудительно им заставлять их что-нибудь творить? Я думаю, что сами. Вообще в принудительном нет смысла. Не получится тогда? Ну, вообще, вся наша система образования из-за принудительности иногда теряет смысл. Всегда теряет смысл? Ну, хотя, нет, не всегда. Иначе бы просто дети бы не учили математику, допустим. Такие сейчас никто не знает. Ну, да. Мы знаем вот уровень, который нам дома рассказали, и как посчитать стоимость продуктов, все. Что такое косинус, я до сих пор не знаю. Я сын математика. Я не знаю, что такое косинус. Не вставляй это, пожалуйста. Я досмотрю твою минуточку. Я еще раз. Мама математик, Сережа. О, как я. Я же молчу. Боже, что ты мой. Ужас. Вернемся к теме экстремальных ситуаций, адаптации. Какое самое простое творчество? Что самое простое может сделать человек, не имея какого-нибудь образования в композиции или же в знаниях цветов? Взять в руки кисточку, банку краски. Ну, хочется же создать что-то, чтобы показать потом людям. Покрасить одну панельку. Да. Там. Нарисовать цветочек над раковиной. То есть начать с обкрашения того, что есть вокруг себя, себя, него, его. Того, что есть вокруг? Ну, вот как люди там картинки на камушке нарисовали. Замок, например, из песка строят на пляже. Это тоже творчество, да. Доставляет удовольствие. Солнышко, вода. Из трех этапов творчества, как я себе это представляю, это идея, процесс создания и потом демонстрация другим. Какой самый важный элемент? Всегда процесс намного важнее, чем демонстрация и идея. Процесс. То есть процесс – это просто жизнь, да. То есть жизнь всегда важнее, потому что результат он может убить, ну, как бы, создателя, потому что это может быть неудачно, человек может быть не готов к неудачам, или это может быть не то, что такое неудачно, это может быть неудачно с точки зрения кого-то, с точки зрения, там, тебя или других, но... То есть... А процесс, он намного чище, как бы, и идея, она тоже может быть удачной, может быть неудачной. А процесс, он всегда... А потому что он наивный? Да, потому что он наивный, да. А нет такого, что если человек работает в стол, ну, то есть никому не показывая, он выгорит? Потому что нет какого-то логического завершения процесса. Есть. Ну, вот тоже очень важный вопрос, вот мне тоже недавно задали, вот почему ты говоришь, что твой папа не художник, но он рисовал? Ну, потому что он... Ну, я тоже пришла к мысли все-таки, что он тоже все-таки был художником, он резал по дереву и чеканил, делал светильники из металла, там, с учениками, ну, много чего. То есть на самом деле он мыслил, как художник, значит, он и был художником. Почему насчет вот стола, да, вот работа в стол, очень важно показывать всегда то, что ты делаешь сейчас. И люди знают, что ты делаешь, и ты тогда понимаешь, что ты делаешь. Если ты это не показываешь, ты не понимаешь, что ты делаешь. То есть обратная связь должна быть по свежим работам, чтобы можно было совершенствовать согласно отдаче мира. Почему именно сейчас то, что ты делаешь, важно показать? Потому что, ну, это идет как раз прямая связь с жизнью, с миром. Мне кажется, быть художником, Это всегда отграждать себя от общества Потому что все одинаковые, все делают все как положено А типа, я вышел в оранжевом Ну, потому что Я так считаю И оранжевого человека видно далеко И он понимает, что видно далеко Он понимает, что у него обращают внимание И он уже отграждается от общества Человек вышел с рамочкой, это я нарисовал Чего ты выпендриваешься, ну, как бы Вот есть же такие эмоции Представила себе, что я сейчас вышла на улицу с рамочкой Но у меня был такой момент Я шла с огромным холстом По Киеву По куче улиц И все думали, что когда звучала музыка где-то рядом Все думали, что я часть этого мероприятия Реагировали, что я сейчас там что-то начну делать Ну, как бы Ну, если создать атмосферу Для искусства То есть его воспринимают Твоя картина лежит возле мусорника во дворе Это выглядит по одному В машине, еще по другому В плацкартном вагоне Еще по другому В зеленом зале с золотыми рамами И еще по другому Очень важно создать атмосферу В общем, короче, искусство сложное, Петруха Ну, это довольно интересно, что человеку хочется оставить после себя след Как-то повлиять на вселенную Мне зацепило плацкартный вагон Мы сюда ехали в электричке И я знаю эту электричку И в одном из вагонов На стене Вот как, если зайти в тамбур То слева на стене, возле стоп-крана Там фломастером нарисованы маленькие вагончики Это же наскальная, блин, живопись Через тысячи лет раскопают этот вагончик И там нарисовано Ну, люди же пишут Я был здесь Да, я всегда считал это вандализмом Не при домах будет сказано Но мы делаем много съемок на заброшках На всех заброшках я видел изображение Ну, я понимаю Спасибо Я всегда относился к этому Как на всех заброшках Без исключения Я уверен, во многих странах мира Если не во всех Если это настолько сильно распространено Значит, это что-то на генном уровне Хорошо Возьмем остров Пасхи Или египетские все статуи Они же все на этом построены Так что это просто символы Это искусство? Да, конечно Где вообще грань между вандализмом и искусством? О, это сложный вопрос Сейчас тем более искусство заходит в такие Только удивлять и ужасать Ну, это всегда было Это нужно Это сказал Леонардо да Винчи Искусство должно удивлять и ужасать И, ну, как бы не одновременно А, ну, оно может или удивлять, или ужасать То есть Это для себя или для общества делается? Человек все-таки тянется к обществу Человек один Робинзон Крузо Например, там То он может забыть И вообще Как разговаривать У него атрофируются чувства Многие вещи Ну, как я это себе понимаю Прежде всего это делается Для реализации Каких-то собственных амбиций Ну, собственных не амбиций А эмоций И уже в какой-то момент Человек начинает задумываться Может быть на эмоциональном уровне Может быть действительно в форме мысли Как вот Именно оставить след Как это делать уже для публики Удивлять именно людей Я вот тоже к теме вагонов Я видел поезд На котором написано Это было не картина Это было какое-то слово Ну, в стилистике граффити Я вот просто думаю Ты же нарисовал на поезде Этот поезд ездит по всей стране Это его личная выставка Передвижная Передвижная Передвижник Передвижник Именно интересует сама технология Как работает кисточка на мочалка Что это? Вообще можно использовать Не только спонжики Можно использовать короткие кисточки Можно использовать вот такие губки Можно использовать тряпки, веревки Много чего На данный момент вот есть варианты мубок И нету, к сожалению, кисточки Ну, точно так же можно щетинистую кисточку обрезать Для того, чтобы она давала отпечатки Лучше, чтобы она была не круглая, а плоская Так можно же и пучок травы примотать Я даже сеном стреляла Как бы там Ну, в общем, постоянно можно экспериментировать Если думать о красивости Можно использовать изоленту с тканью Вот очень плотненько так вот примотать И тогда спонжик не будет пробиваться стрелой от выстрела Ну, то есть немножко вот сделать расстояние Здесь стрела заканчивается Здесь спонжик сверху Ну, точно так же можно, чтобы здесь торчала кисточка щетинки обрезанная И еще зависит от того, как мы стреляем Если мы стреляем по касательной Это лучше взять губочку Можно взять треугольную губку Сейчас я покажу, как ее изготовить Например, эти бабочки, они с треугольной губкой сделаны Это кружочек С кружочком очень неплохо получается Вот, например Это, кстати, первая работа Космос такой, галактика Получилась благодаря такой насадочке Вот эти пятна Посмотрите, какие пятна получились классные Они как в форме такой луны Вот Просто Я бы не сказала, чтобы я ее обрезала Я ее оборвала, эту губку И она дала такой живой как бы кантик Можно добавлять эффекты Сюда накладывать, например, кантик Средине вообще рисовать что-то конкретное Вот, например, вот этот глазик Это Его просто надо нарисовать на губке Губка в форме глазика Передает этот вот эффект А я думала, это два выстрела Это один выстрел Главное, меткий и задуманный, продуманный Ну, в общем, насколько Вот вы видите Чем ярче, тем красивее Иногда можно сделать что-то туманное Ну, вот Рядом, допустим, разные формы дают Разные эффекты Здесь, например, солома присутствует Со средневекового фестиваля Трила летала, падала в сено И Ну, сено дает тоже очень красивые эффекты В итоге Вот ее можно, честно, намазать Оно даст такую, как бы, сеточку такую Менять очень легко Вот покажу, как Я Немножко сейчас будет акт вандализма Я Просто снимаю насадочку Я очень люблю вандализм Вот Вот, видите Здесь просто Такое, как бы, углубление Которое ты просто можешь Ну, достать Нужное количество Губки Потому что здесь немножко, как бы, защита, да Чтобы не протыкало Холст Стрела Потому что есть еще, кстати, такой нюанс На холстах Что Со временем Если он подвергался удару Он дает трещинки И тогда покупатель Может не купить работу Потому что на ней трещинки Поэтому, вот, есть Такой, как бы, протектор Получается Да А потом можно намазать клеем Желательно Каким-то таким Который Нормально действует На поролон И приклеить Вот таким образом Вот, с одной стороны Тема искусства И тема выживача Они, как бы, не сильно параллельно идут Потому что есть прямые задачи Там, найти укрытие Найти, сориентироваться Безопасность Вода, еда, огонь И так далее Вот в краткосрочном выживаче Это вообще не надо Но когда мы говорим О долгосрочных перспективах Когда мы говорим О восстановлении культуры Понимать, как работает искусство Понимать, зачем оно нужно И понимать, как его можно сделать Это очень важно Спасибо вам огромное Что уделили нам внимание Спасибо, что позволили Тут немножко поговоряться Мы получили большое удовольствие Отлично Я рада Пока, народ Счастливо Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И все Мойте руки с мылом Любите маму Рисуйте Так, все, я пошел У нас ни разу Ни разу не получилось нормально закончить Ни разу Он все время тихует, уходит Наверное, устала